Всем привет, дорогие друзья! Сегодня занимаемся психотерапией и так как нам жить дальше. Но прежде всего надо не сойти с ума. И для того, чтобы не сойти с ума, требуется выполнение некоторых правил, с моей точки зрения. Значит, первое правило, чтобы не сойти с ума, нужно прекратить читать новости и смотреть телевизор. Второе. Очень часто конфликты происходят на почве того, что люди обсуждают новости политического характера. Вот это делать ни в коем случае нельзя. Нельзя разговаривать на тему политики, нельзя обсуждать новости. Если спрашивают ваше мнение, как, например, многие люди приходят в камин прием и спрашивают мое мнение по тому или иному вопросу, касается политики. Я говорю честно, ребята, я не знаю и никто не знает. И что будет дальше, тоже никто не знает. Поэтому беспокоиться на эту тему смысла никакого нет, потому что достоверной информации тоже нет. И то, что поступает к нам из открытых источников, значит, она достаточно противоречивая. И человек просто в этом запутается и сойдет с ума. И для того, чтобы сохранить ясность ума, ясность, рассудка, нужно прекратить, во-первых, потреблять это количество информации, совершенно ненужной, противоречивой. И второе. Нужно прекратить обсуждать это друг с другом, особенно с близкими людьми. Представьте, что вы общаетесь, например, в семье или с близкими родственниками. И если ваше мнение отличается от мнения вашего коллеги или собеседника, то неминуемо возникнет конфликт, который вам, в общем-то, не нужен. Вы просто испортите отношения и все. Поэтому ни в коем случае не нужно общаться, не нужно обсуждать новости, не нужно обсуждать политику с близкими и тем более с посторонними людьми. То есть, эта тема должна быть для вас закрыта. Следующее правило. Не предпринимать каких-то резких действий, если на это нет необходимости. Что имеется в виду? Сейчас, в последнее время, возникает ситуация такой нервозности. То есть, нужно, существует в обществе такое, как бы, тенденция, что нужно что-то делать, нужно принимать какие-то действия, нужно сохранять деньги, нужно еще что-то такое предпринимать срочно, иначе будет поздно, иначе ты все потеряешь и так далее и тому подобное. Так вот, дорогие друзья, если в ситуации неопределенности, которые сейчас, желательно не предпринимать никаких резких теловижений, никаких необдуманных действий. Если, прежде чем что-то сделать, то есть, нужно сесть и очень хорошо и очень внимательно обдумать. Если есть возможность этого не делать, то лучше не делать. Дождаться того времени, когда ситуация разрешится и будет более-менее понятно, правильно это решение или это решение неправильное. Как правило, решения, которые предпринимает человек, не обдумав, быстро не потратив времени на это осмысление, как правило, они ни к чему хорошему не приводят. Поэтому сидим ровно и стараемся минимально, то есть, никаких резких действий не делать. То есть, никакие покупки, если вы там ничего не планировали, не там, это все что угодно. То есть, в состоянии суеты, суматохи, нервозности, ни в коем случае никаких действий не предпринимать. Как правило, все действия, совершенные в этом состоянии, они ничего хорошего не приводят. В основном, это все глупости, то есть, и сопровождается большими неприятностями. Итак, то есть, по возможности, не предпринимаем никаких резких телодвижений. Это первое. Второе. Чем же нам заниматься? Чем же заниматься? Так, как правило, в эти ситуации, когда мы что-то откладывали, но потом, вот это сейчас самое лучшее время этим позаниматься. Это касается прежде всего, то есть, обратить внимание на себя как личность. То есть, если вы хотели прочитать какую-то книгу, если вы хотели там заняться чем-то, то есть, поднимите вот этот багаж отложенный, то, что у вас есть, и старайтесь заниматься этим. То есть, если у вас были какие-то там планы, то есть, эти планы, что касается себя, это самое лучшее время для этого реализации. Это касается, например, образования. Я в последнее время, слава богу, что сейчас можно проводить обучение онлайн, я получил огромное количество, получил кучу навыков из-за границы, из Китая, из других стран, из Индии. Пообщался с величайшего уровня специалистами, то есть, набрался знаний очень и очень много, набрался новых навыков, и так далее, и чему очень довольны. То есть, в другое время я бы не, ну, просто бы не смог на это потратить время. А поскольку сейчас время позволяет, да, то есть, мы не можем никуда там ездить, особенно, ничего такого делать. Поэтому это самое лучшее время, потратив время на свое образование, на свое развитие. Например, вот, если вы хотели освоить какую-то технику интересную, например, то сейчас самое лучшее время этим заниматься. Следующий момент, то есть, нужно заниматься здоровьем. У каждого из нас есть какие-то проблемы со здоровьем. Например, болит спина, спины болят абсолютно у всех. А сейчас самое время пойти, там, на массаж, пойти заниматься спортом интенсивно, пойти на какие-то процедуры. Если вы откладывали, допустим, поход к стоматологу, да, поход еще к каким-то специалистам, то сейчас самое время. Тем более, что услуги такого плана для нас здесь, это доступно. Поэтому найти хороший специалист здесь нет никаких проблем за адекватные совершенно деньги. То, что, например, за границей, то есть, вы даже не подойдете. И люди, которые, скажем, живут, говорят, мы не можем ничего. То есть, люди уехали за хорошей жизнью, а услуги, то есть, там, в десятки раз дороже и уровень их значительно ниже, чем это есть сейчас здесь у нас. И это у нас сейчас доступно. Поэтому, пожалуйста, у кого какие там проблемы есть со здоровьем, то есть, пожалуй, самое время этим позаниматься. Нужно укрепить себя, то есть, нужно вот эти проблемы, какие есть, как раз это самое лучшее время, чтобы это все решить. Итак, ждем, ждем, когда до лучшего времени, то есть, когда ситуация более-менее разрешится, когда происходят события. Смотреть в будущее бесполезно, спрашивайте, искайте ответ на вопрос. Никто, ребята, ничего не знает. Ни на каком уровне. Ни какие там экстрасенсы, ни какие вот эти все там вещи. Никто достоверно не может знать. Вот, потому что это невозможно. Что будет завтра, никто не знает. А в состоянии неопределенности, самое лучшее время, во-первых, не нагружать себя лишней информацией, как мы сказали, и потратить вот это время драгоценное, вот это вперед, на себя, на своих детей, на своих близких, на свою семью. И, так сказать, привести себя в порядок. Таким образом, мы сохраним свой ресурс, укрепим свое здоровье и укрепим свое психическое состояние. Итак, до новых встреч. Будьте здоровы, не болейте. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok